Танец. Замечательный способ снять стресс, получить удовольствие. И если это парный танец, новая возможность для интересного общения, считает автор выставки. Алексей знает, о чем говорит. Сам он занимается в студии Хасла, ЦКР Вертикаль. Фотографии сделаны в разных стилистике. Есть репортажные фотографии, которые сделаны на дискотеках, в ночных клубах, или на опен-эйрах, либо на концертах. И здесь постановочная фотография, которая сделана была в студии специально под какие-то мои проекты. На фотографиях свои таланты представляли и юные исполнители из Пущино, и любители танца из других городов. На выставку попали и звезды. К примеру, певец Олег Газманов и фигуристка Анастасия Гребенкина. Иногда мне удается поснимать, пофотографировать звезд. И вот я, перебирая свои фотоархивы, выбрал те фотографии, на которых звезды у меня танцуют. Потому что танцуют все. И дети, и бабушки на этой выставке есть фотография такая, и даже звезды. Фотография статична, а танец – воплощенная динамика и энергия. Как совместить несовместимое? Умножить талант фотографа на возможности, которые дарит современная техника. Здесь я экспериментирую с движением. В одних фотографиях я пытаюсь заморозить движение, остановить мгновение, а в других показать движение за счет смаза, смазанного такого движения, за счет длинной выдержки. И поэтому фотографии получаются достаточно интересны и разнообразны. Серия «Хастл Драйв» воспроизводит эффект, который фотографы называют мультиэкспозицией – наслоение двух и более снимков друг на друга. Это привносит дополнительный сюжет и придает кадрам новый смысл. При столь мастерском и точном использовании приемов пред- и постобработки фотографий выставка не создает ощущение искусственности. Свобода, эмоции, танцевальные образы здесь настолько сплелись, что при абсолютной разности показанных стилей создает единую композицию. На выставке я постарался передать разные эмоции. Здесь есть и одиночество, есть и драйв от того, что люди танцуют и получают от этого такой кайф и все такое. Есть только подготовка к танцу. Фотографировать танец – целое искусство, требующее от автора не только высокого мастерства, но и чувства ритма, чувства образа, чувства стиля. Не просто нажать на кнопку в удачный момент, а добиться именно той картинки, представление о которой возникло у фотографа, передать собственное видение зрителям. Это своеобразный вызов самому себе. И Алексей Михайлов такой вызов принял. Наверное, вся твоя жизнь – это пример того, как можно себя развивать, достигать, идти к какой-то цели и все время учиться. Ты молодец. Спасибо тебе большое за то, что ты такой есть. И нас всех тоже как-то подтягиваешь. Я обещаю, что мы подтянемся и тоже будем танцевать коллективом. Открытие выставки вместило очень многое. И поздравительные речи, и два небольших ролика о танце и с танцем, который снимал и в которых участвовал сам автор, и даже интерактив. Зрителям нужно было не только выбрать лучшую, на их взгляд, работу, но и проголосовать за нее. Как? Алексей предложил подойти и указать. И таким образом узнать о предпочтениях зала или обсудить понравившуюся работу. А еще на открытии выставки образы оживали. Героиня нескольких снимков, представительница студии Гюльчатай Дворца Спорта Ака, перенесла настроение восточного танца с фотографий в зал музыкальной гостиной. Продолжилось открытие хастел-вечеринкой. Нельзя сказать, что выставка исчерпывающе раскрыла тему танца вообще и танца в Пущине в частности. Для этого бы просто не хватило места. Одно несомненно, зрители будут уходить из центра вертикаль танцующей походкой и, скорее всего, в направлении ближайшего танцевального коллектива. Именно так к эстетическому удовольствию выставка прибавляет мотивирующий эффект и, знакомясь со своими фотографиями, раз за разом заставляет зрителя замереть в предвкушении танца. Диана Ларионова, Сергей Воронков, ТВС Пущино.